Жители Ивановской области по-прежнему фигурируют в сводках региональных и столичных правоохранителей. Недавно на территории Московской области силовики задержали нашего земляка с крупной партией психотропных веществ. У 30-летнего жителя Ивановской области изъяли более 21 килограмма синтетического наркотика. Вы понимаете, за что вы задержаны, да? Да. Что вы можете сказать еще по данным фактам? Я полностью осознаю свое имя. Во время личного досмотра у злоумышленника обнаружили 10 свертков с порошкообразным и гранулированным веществом общей массой более 2 килограммов. Экспертиза показала, что это так называемые спайсы из соли. Еще 19 килограммов синтетической отравы мужчина хранил у себя дома. Сотрудники полиции изъяли еще 54 свертка с наркотиками. Предполагается, что задержанный планировал сбыть товар в Московской области. На территории Ивановского региона ситуация, по данным правоохранителей, остается сложной. За 9 месяцев этого года силовики изъяли более 19 килограммов наркотиков. Это почти 50 тысяч чеков. Так называют средний объем, приобретаемый за один раз. В настоящее время ситуация на рынке наркоторговли такова, что покупатель и продавец абсолютно не контактируют между собой. И сбыто осуществляется так называемым бесконтактным способом. Через тайники закладки. А посредником между покупателем и продавцом выступает сеть интернет, которая аккумулирует заказы и потребность на сбыт наркотиков. По мнению представителей правоохранительных органов, один из главных каналов связи, которым пользуются наркоторговцы и потребители – мессенджер Телеграм. В апреле суд постановил заблокировать сетевой ресурс. О том, как это повлияло наоборот наркотиков в Ивановской области, говорить пока рано. Прошло достаточно непродолжительное время. То есть летний период и начало осени для нас пока не показатель, чтобы оценивать, как блокировка и мероприятия по ограничению доступа в Телеграм повлияли на наркоситуацию. Но пока могу сказать то, что преступный наркобизнес не дремлет. Он находит иные способы, пути, обхода. То есть пытается всеми путями противодействовать той государственной политике, которая идет на ограничение наркоторговли. По данным оперативников, чуть более 30% от общей массы изъятых веществ – соли и спайсы, синтетические наркотики. Сравнительно низкая стоимость привлекает молодежь. Впрочем, как уверяет главврач областного наркодиспансера Сергей Филиппов, такая дешевизна может очень дорого обойтись. Если посмотреть видеоролики наркоманов солевых в интернете, то сразу же бросаются в глаза вот это вот их излишне дурашливое подергивание мышц лица. Потом начинаются так называемые синдром движения, то есть они не могут усидеть на месте, мышцы сами работают. Вопреки здравому смыслу, молодежь продолжает употреблять наркотики в погоне за мнимой эйфорией. Этим пользуются продавцы адского зелья, которых, видимо, не страшат серьезные сроки за распространение фасованной смерти. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.